Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня выпуски. Единый день информирования в Иваново. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис с рабочим визитом посетил Ивановский район и встретился с коллективом открытого акционерного общества «Белсолод». На страже порядка и чистоты сотрудники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Новый руководитель Брестского областного отделения Белорусского союза журналистов, председателем «Берестейской пишущей братьей» стал главный редактор «Зари» Александр Лагвинович. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис на текущей неделе в рамках «Единого дня информирования» посетил предприятие по производству солода в городе Иваново. Губернатор ознакомился с работой открытого акционерного общества «Белсолод», а также провел встречу с трудовым коллективом. В центре внимания – гендерная и молодежная политика. Однако, только данными темами общение с главой области не ограничилось. Анатолий Лис рассказал о социально-экономической ситуации, которая сегодня складывается в регионе, стране и мире, а также ответил на интересующие вопросы. Тему продолжит Анастасия Остробко. Что такое «Белсолод» сегодня? Это современное предприятие с отработанными технологиями и слаженно работающим коллективом. За 26 лет своего существования завод переживал разные времена. Однако смог не только остаться на плаву, но и серьезно улучшить свои позиции. Подтверждением тому служат отзывы самих сотрудников, которые признают, что работа здесь психологически комфортна и экономически выгодна. На «Белсолод» я попал по распределению после БГУИР в 2011 году. Попал в хороший коллектив под начальством Хромченко Александра Ивановича. Коллектив молодой, перспективный. Занимается обслуживанием средств автоматики и контрольно-измерительных приборов. Справляться помогает мой коллектив, который у меня в подчинении находится. Мои работники первое время помогали, потому что они постарше, с опытом. Начальник помогает. Коллектив у нас хороший. Мужчины с опытом, я сам молодой. На заводе, в принципе, работает неплохо. Есть разные досухи, то есть можно отдыхать. Есть и спортивная деятельность на заводе. Реализация в 2009-2010 годах крупнейшего проекта по модернизации позволила увеличить количество выпускаемой продукции практически в два раза. В настоящее время завод способен производить до 130 тысяч тонн солода в год. На внешние рынки отправляется около 65 тысяч тонн. В планах на 2015-й год увеличить экспорт до 75 тысяч тонн. Что, безусловно, задачей в данный момент является непростой экономические сложности в Российской Федерации, а именно эта страна-основной потребитель белорусского солода не позволяет увеличивать объем поставок. А значит, одна из главных задач сегодня – поиск новых рынков сбыта. И чтобы ее решить, важно создавать не просто продукт, а конкурентоспособный продукт высокого качества. Наша с вами сегодня задача, вот уже сегодня пора пришла, четко отработать с нашими сервисорганизациями, с нашими сырьевыми зонами, обеспечить качественным семенным материалом, обеспечить технологию поселенных работ, выращивания, заготовку зерна, производство из нее конкурентоспособной продукции и работать на рынок. Не то, что мы можем, а то, что рынок требует на сегодняшний день. Только таким образом мы сами себя можем сохранить. Другого выгода у нас нет. Тема личной ответственности каждого сотрудника и руководства предприятия за общий результат не раз поднималась в ходе встречи информационно-пропагандистской группы во главе с губернатором региона Анатолием Лисом с трудовым коллективом предприятия. Глава области ознакомил присутствующих с общими тенденциями развития социально-экономической сферы Брещена в целом и Ивановского района в частности. Отдельно остановился на роли предприятия в экономике региона. Общаясь с коллективом, председатель обл. исполкома отметил, что общий результат работы экономики, а как следствие и уровень благосостояния граждан, зависит от работы каждого из сотрудников коллектива. Все в итоге, о чем я хотел бы здесь больше остановиться, сводится к тому, к работе. Если будет у нас работа, если будут работать промышленные предприятия, тогда будут налоги, будет работать торговля, будут товары, у людей будет заработная плата. И я считаю, что нормальная ситуация в целом и в нашем обществе. Как ни крути, как ни говори, в итоге все сводится к экономике, все сводится к работе на рабочих местах. У сотрудников предприятия в рамках встречи была возможность задать волнующие вопросы руководителю области. Строительство спортивного комплекса в Иваново, газификация населенных пунктов района, а также получение жилья оказались в списке таких волнующих тем. Это вопрос газификации района. Мы, я думаю, серьезно отстаем здесь от остальных районов области. Газифицирован у нас менее 10% района. И этот вопрос, наверное, касается всех нас, потому что мы все вышли из деревни, кто-то там остался, или родители, или братья, или сестры. Это вопрос, так сказать, молодых специалистов, и вопрос сокращения оттока молодого населения в города, сельской местности. То есть мы попросили как-то помочь нам в газификации района. Отвечая на данный вопрос, глава области подчеркнул, что создание комфортных условий для жителей сельской местности – задача важная и приоритетная. Однако сложившаяся непростая экономическая ситуация не позволяет государству области взять все затраты по газификации на себя. Сегодня сказать, что мы, государство или область, что мы готовы сегодня просто за какие-то опять средства тянуть газ в населенные пункты, без участия жителей – это нереально. Поэтому мы должны рассматривать конкретные случаи, это касается и городов, малых и агрогородковых, и населенных пунктов, где уже подведен газ, центральные магистральные газопроводы подведены, значит, там только с участием населения. Мы должны понимать, 50% населения, 50% государства. В рамках рабочей поездки большое внимание губернатор региона уделил вопросам подготовки районного центра к областным дожинкам. Работа по благоустройству города уже ведется. Ограниченность финансовых средств, безусловно, внесла свои коррективы в планы организаторов большого праздника тружеников села. Однако в том, что он будет проведен на должном уровне, можно не сомневаться. Одно из самых любимых белорусских торжеств из года в год становится только ярче и интереснее. А значит, уже сегодня можно смело планировать свое сентябрьское путешествие в город Иваново на областной праздник урожая. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. 23-я отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов прошла на минувшей неделе в городе Надбугом. Такого рода встречи проходят раз в пять лет и собирают в Бресте ведущих представителей объединения разных предприятий и организаций региона. На повестке дня подведение итогов работы, а также определение дальнейшего курса деятельности. Тему продолжит Анастасия Назрин-Плотницкая. Федерация профсоюзов Беларуси – республиканское добровольное независимое объединение профессиональных союзов, их объединений и ассоциированных членов. Согласно уставу, оно содействует развитию Республики Беларусь к демократическому правовому социальному государству. Защита прав работников предприятий и организаций, борьба за создание на производстве благоприятных условий труда, мониторинг и консультирование по вопросам, касающимся распорядка рабочего дня и выделения выходных и отпусков. Эта нелегкая миссия ложится на плечи тех, кто однажды вступил в ряды профессиональных союзов и хочет развивать движение дальше. Традиционными и весьма значимыми являлись и являются отчетно-выборные конференции, на которые каждые пять лет в город Надбугом приезжают активисты движения, чтобы вместе определить стратегию дальнейшего развития. Были процессы, которые явились своеобразным экзаменом на способность профсоюзных работников и активистов искать вместе с органами власти, как сохранить социальные гарантии, стабильность и трудовые коллективы. Особенно после роста цен и девальвации белорусского рубля в начале 2011 года. Дальнейшняя ситуация вынуждает профсоюзы переосмыслить и перестроить свою деятельность с учетом новых экономических и политических реалий. 23-я отчетно-выборная конференция областного объединения профсоюзов собрала в Бресте ведущих представителей объединения разных предприятий и организаций. Более 150 делегатов и всех уголков региона приняли участие в итоговом мероприятии. На повестке дня подведение итогов большой и не менее плодотворной пятилетней работы, а также определение задач на ближайшую перспективу, среди которых одним из доминирующих направлений стало развитие социального партнерства. Вектор на благополучие, безопасность и эффективность был выбран в качестве определяющего и на следующую пятилетку. В рамках социального партнерства по инициативе профсоюзной стороны при поддержке исполнительной власти в областное, в отраслевые и местные соглашения, а также в коллективные договоры включен социальный пакет, обязательные для предоставления в организациях, расположенных на территории Брестской области. Во-вторых, для достижения поставленных задач определен порядок проведения обязательной предварительной экспертизы коллективных договоров на соответствие законодательству о труде нормам генерального и областного соглашения. Определяя дальнейшую стратегию развития объединения, делегаты наметили и новое направление работы. В качестве новшества в Федерации профсоюза в Беларуси инициируется проведение регулярных юридических приемов граждан по всей стране. Каждый последний четверг месяца на базе районных и городских объединений профсоюзов любой желающий сможет получить консультацию или помощь. Инспекторы-юристы будут проводить консультации по волнующим и интересующим юридическим вопросам. Мы сегодня начинаем охват нашими юридическими приемами всей республики. В каждом районе каждый последний четверг месяца будут проходить обязательно на базе районных и городских объединений профсоюзов приемы нашими инспекторами-юристами, которые занимаются непосредственно вопросами труда, где мы людям будем всем желающим бесплатно рассказывать, объяснять те вопросы, которые у них есть по вопросам ихних, которые есть по труду или связаны какие-то с юридическими моментами. И будем помогать людям на бесплатной основе. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. С появлением первых населенных пунктов жилищно-коммунальные и бытовые службы являются одной из главных составляющих уклада их жизни. Именно они благоустраивают и украшают улицы, создают комфорт и уют в наших подъездах и во дворах. Несут ответственность за чистоту и порядок без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни. Накануне своего профессионального праздника, который традиционно отмечается в 4 воскресенье марта, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства получают поздравления и подарки от руководства и коллег, а также благодарных клиентов. О людях, которые денно и ночно стоят на страже чистоты и красоты наших улиц, подъездов и домов, смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Сегодня без дворников, озеленителей и уборщиц, сантехников, ремонтников и многих других сотрудников жилищно-коммунального хозяйства невозможно представить нашу жизнь. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда была вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Благодаря их неустанному труду Берестейщина по праву считается одними из самых уютных и зеленых уголков нашей страны. Более того, в минувшем году предприятия ЖКХ «Обрещены» получили почетный экспериментальный статус. Область стала первым в стране регионом, который отказался от перекрестного субсидирования. Говоря об итогах работы коммунальщиков в целом, генеральный директор областного ЖКХ начал с фразы из знаменитой киноленты. Как говорил известный персонаж из фильма «Волга-Волга без воды и не туды и не сюды», а если без шуток, то в 2014 году доходы жилищно-коммунального хозяйства Брестской области составили 3,5 триллиона белорусских рублей. Это сегодня очень впечатляющая цифра. Если говорить немного о итогах 2014 года, то практически все показатели Брестской области выполнила. Мы первые в стране в течение 2014 года отработали без перекрестного субсидирования по планово-расчетным ценам. И только для бюджета сэкономлено более 260 миллиардов рублей. Несмотря на высокие результаты, в деятельности предприятий ЖКХ без недостатков, вызывающих нарекания горожан, не обходится. Поэтому сегодня главная задача отрасли – оптимизировать и улучшить работу подразделений по оказанию высококачественных услуг. К ее решению коммунальщики города приступят уже совсем скоро. Составлены по каждому предприятию конкретные планы, которые утверждены решением исполкома. Это и благоустройство дворовых территорий, это и сплошное асфальтирование, так называемый, ямочный ремонт. Это модернизация предприятий, то есть в целом по всем предприятиям городского хозяйства составлены планы, которые обязаны мы выполнить. На торжественном мероприятии в честь профессионального праздника около 100 сотрудников получили заслуженные грамоты за добросовестный и безупречный труд в системе ЖКХ. А двое из них удостоились награды Министерства жилищно-коммунального хозяйства – почетный коммунальник. Начальники транспортного отдела, водители – мастера смены аварийной службы, дворники и ремонтники. Для кого-то эта награда первая, для других – еще одна в копилку личных побед. Но независимо от количества достижений, каждый раз это всегда приятно и неожиданно. Я не ожидал такого, потому что я работаю в коллективе аварийной службы уже давно, и у нас очень много профессиональных работников, которые тоже достойны. Когда меня объявили, я был просто, ну, конечно, приятно. Годы длительной работы, может, это сказывается. Вам было приятно ее получить? Да, да, да. Особенно от администрации, да. 40 лет вы проработали, так? Вы считаете, что это вот такая достойная награда за ваш труд? Да, я считаю, что это заслуженная награда. В праздничный вечер прозвучало немало слов поздравлений. Подарен не один букет цветов. Вручена почти сотня грамот и благодарственных писем. Безусловно, заслуженных. И пусть порой обыватели сетуют на работу коммунальников, но ведь, как говорят, кто ничего не делает, тот не совершает ошибок. Тем более, это касается тех, кто денно и ночно заботится о таком важном деле, как благоустройство нашего родного города. Город Брест, наверное, абсолютно объективно считается одним из самых благоустроенных городов Республики Беларусь, а возможно, и на постсоветском пространстве. Конечно, заслуга коммунальников здесь очевидна. Поэтому, как бы мы ни критиковали иногда их работу, ни ставили под сомнение те или иные моменты деятельности, и главная заслуга то, что они поддерживают наше городское хозяйство, наш добробыт в нормальном, хорошем состоянии. Хочу поздравить, пользуясь случаем, всех работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником и пожелать, конечно, крепкого здоровья, потому что без здоровья в коммунальном хозяйстве работать просто невозможно. Энтузиазма, не падать духом, высоких зарплат, благодарности людей заслуженной, чтобы нас не только ругали, а нам говорили все спасибо, вот для этого мы работаем. С успехом, удачи и всего хорошего. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. К другим темам. Брестское областное отделение Белорусского союза журналистов обрело нового руководителя. Им стал Александр Лагвинович, главный редактор одного из наиболее популярных печатных СМИ Брещины газеты «Заря». Об этом стало известно во время отчетной конференции, которая состоялась в среду в городе Надбугом. Во время мероприятия были подведены итоги работы объединения, а также намечена стратегия развития на перспективу. Анастасия Надрин-Плотницкая расскажет подробнее. Отчетная конференция Брестского областного отделения Белорусского союза журналистов собрала в стенах общественно-культурного центра ведущих мастеров печатного и аудиовизуального слова региона. На повестке дня подведение итогов года ушедшего, а также определение задач на ближайшую перспективу, среди которых совершенствование творческого подхода к журналистам к своей работе, повышение качества материалов, а также сотрудничество с молодыми авторами. Ключевое направление – это, конечно же, развитие творческих способностей наших журналистов через конкурсы, через взаимодействие, для того, чтобы нельзя ни в коем случае допустить, чтобы журналист варился в своем соку. Это убивает любую творческую личность, поэтому нужно в этом плане помогать. Это работа с молодежью, подготовка кадров, обеспечение преемственности, выявление креативных ребят, чтобы они не потерялись в этой жизни. Акулы-пераберестейщины работают для того, чтобы жители региона получали оперативную информацию из первых уст. Они творческие и целеустремленные, мудрые и неравнодушные. Это подтверждают многочисленные конкурсы, по итогам которых определяются лучшие из лучших. На фоне других республиканских объединений Брестская областная журналистская первичка занимает одну из лидирующих позиций. И этот успех бесспорно не может не радовать. По итогам работы творческому коллективу выставляется высокая оценка. Брестская организация областная – это наш флагман. Она одна из лучших, наверное, самая креативная организация. И нужно сказать, не зря все-таки это не с алфавитом связано, что первая областная конференция Союза журналистов накануне съезда прошла именно в Бресте здесь. Это показательно, потому что мы гордимся теми мероприятиями, теми акциями, которые здесь проходят. И еще один не менее важный вопрос был рассмотрен в повестке дня. Во время конференции был определён новый руководитель Брестского отделения общественного объединения «Белорусский союз журналистов». Георгия Степановича Томашевича, занимавшего пост главного журналиста области не один год, сменил молодой и не менее амбициозный представитель пишущей братьи. Главный редактор областной газеты «Заря» Александр Лагвинович. На протяжении многих десятков лет журналисты именно этого печатного СМИ были на информационной передовой региона. Отличительная черта тех, кто работает в творческом коллективе «Зари», умение так рассказать о событиях, чтобы они были интересны людям самого разного возраста. Как новый руководитель областного объединения Александр Лагвинович уже видит перспективы дальнейшей деятельности, главным принципом которой будет сохранение традиций, заложенных поколениями журналистов, а также совершенствование форм и методов работы. Мы живем, журналисты, в таком современном несколько изменившемся информационном мире. Если лет 15 назад все было так, по таким достаточно строгим журналистским канонам, устоявшимся, то сегодня журналистика развивается очень стремительно. И это не только в силу развития интернета и его прихода в нашу жизнь. Меняются вообще подходы и к подаче информации и в газетах, и в интернете. И в связи с этим наши задачи немножко надо сегодня пересматривать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Талантливые люди талантливы во всем. Так часто любим повторять мы, когда ведем речь о людях разносторонне развитых и одаренных. Но мало кто задумывается над тем, каким трудом порой дается им успех в различных сферах. Постоянная работа над собой, самосовершенствование и бесконечное стремление к идеалу. К таким многогранным талантам можно причислить и известную белорусскую теле- и радиоведущую сценариста Тамару Лисицкую и популярного писателя и режиссера Игоря Полякова. Целью стремленность, огромное трудолюбие и, конечно, желание позволили им добиться высоких результатов, стать не просто узнаваемыми, а любимыми авторами. Раскрыть одну из сторон своей творческой натуры, литературную, они постарались на днях в рамках встречи с берестейскими почитателями их таланта. Подробности в сюжете София Бережной. В один из прекрасных весенних дней с присутствием брещан приехали порадовать гости из столицы. Известны белорусские авторы, а также участники множества творческих проектов Тамара Лисицкая и Игорь Поляков. Для близкой публики они подготовили литературный проект под названием «Мужчина и женщина», чтобы пообщаться с талантливыми авторами. Жители города над Богом собрались в Центральной городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы завладеть вниманием публики, увлечь зрителя с первых минут общения, нужен большой талант. Или, как сказал бы известный психолог Дейл Карнеги. Продолжительная и регулярная работа над собой. Судя по тому, с каким интересом брещане, пришедшие на встречу с белорусскими авторами слушали столичных гостей, можно было убедиться в одном. Талантливые писатели – мастера своего дела. Они отлично владеют словом. Им же умеют достучаться до людей. Мой рот подобен розе броктята. Мой смех нежнее мягких пальцев туи. Мой голос – сладкий прилив загата. К плечам моим стремятся поцелуи. Игорь Поляков приехали с интересной программой, состоящей из монологов и стихов, а также увлекательных рассказов о том, как нелегка и в то же время интересна жизнь современных мужчин и женщины. Идеей проекта, подготовленного авторами, было показать два разного взгляда на одни и те же проблемы. В рамках мероприятия писатели презентовали и свои новинки – книгу эмористических стихов Тамары Лисийской богини или плач домохозяйки, а также повесть Игоря Полякова «Пространство». Два совершенно разных жанра – отличный друг от друга стиль и почерк. Однако темы произведений схожи – «Мужчина и женщина. Любовь и противоречия». Моя книга стихов «Богини или плачь домохозяйки» вот как раз о том, о чем мы с вами сейчас говорим, как успеть накраситься в машине, потом приехать домой приготовить еду. Это будни современной женщины феерической. На чем эта феерия стоит, чего это стоит – это ее проблемы, это мои проблемы. Ну вот об этом такая немножко лирики, грустной и веселенькой. А Игорь Поляков, мой замечательный друг, замечательный автор, привез книгу, которая называется «Пространство». Она тоже о вечном, о любви, очень интересный сюжет. И мы, поскольку мы давно выступаем, вот сейчас решили совместить это все и сделать такую программу «Мужчина и женщина», где обрывки, такая мозаика из мужских и женских монологов вдруг начинает превращаться в какой-то диалог, а уж результативно он или нет, посмотрим. То есть это в принципе такая метафора, потому что мужчине и женщине очень сложно договориться по жизни, всегда. Тамара Лисийская и Игорь Поляков сегодня одни из самых популярных авторов Беларуси. Среди поклонников их творчества, как молодая аудитория, так и представители взрослого поколения. Интерес к произведениям писателей, объясним, они задорогивают темы, которые близки каждому. Они рассказывают о том, с чем в жизни доводилось сталкиваться большинству людей. Мне очень нравится этот процесс, мне нравится описывать то, что происходит. Я точно знаю, что очень много людей, женщин и немножко даже мужчин, в это время, в этом же возрасте переживают похожие вещи. И им тоже интересно увидеть соучастника, того, кто в этом же времени так же проблемен или так же радостен, или так же печален. Поэтому я просто фиксирую их же тоже переживания. Вот в этом фишка, наверное, в том, что я просто аккуратно пытаюсь время законсервировать. Встреча с людьми, просто что-то встретишь, что-то услышишь, и пошло-поехало. Это же как вспышка толщок импульс. Кроме чтения фрагментов собственных произведений, Тамара Лисицкая и Игорь Поляков побеседовали с публикой, а также предложили гостям поучаствовать в импровизации. На несколько минут брещане ощутили себя настоящими актерами кино, сценарий которого придумали авторы. Мастера слова постарались максимально разукрасить встречу, заставить слушателей отвлечься от повседневных забот. Они делились положителями, эмоциями и энергией, чем, без сомнения, расположили к себе брестскую публику. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. За последние несколько лет в нашей стране такой вид спорта, как рукопашный бой, приобрел большую популярность. Приемом ударной техники сегодня мечтают овладеть многие, но только усидчивым, трудолюбивым, готовым работать регулярно удается достигать результатов в этой области. О том, что упорные тренировки – залог успеха в данном виде спорта, не понаслышке знают белорусские пограничники, ведь занятия рукопашным боем входят в программу подготовки сотрудников данной силовой структуры. Есть среди представителей службы и профессионалы высокого уровня, которые принимают участие в соревнованиях как республиканского, так и международного уровней. Именно о них пойдет речь в нашем следующем сюжете. Узнать о том, кто они – сильнейшие спортсмены-пограничники, смогла наша съемочная группа, побывав на открытии чемпионата органов пограничной службы Республики Беларусь. Подробности в следующем материале выпуска. Для того, чтобы оказаться в числе участников чемпионата по рукопашному бою, этим молодым людям сначала пришлось побороться за звание сильнейших внутри своих отрядов. По результатам состязаний лучшие вошли в составы команд территориальных органов пограничной службы Беларуси. Как итог, 80 участников собрались в городе над Бугом, чтобы побороться за право считаться чемпионом и продемонстрировать свое мастерство. Целью каждого из них было показать высокий результат и, соответственно, получить путевку в сборную пограничного комитета Беларуси. Это прекрасный вид спорта, который развивает профессиональные навыки любого военнослужащего. Ну, а наша специфика, она, как вы знаете, что мы занимаемся поддержанием общественного порядка в том числе. Поэтому, естественно, что обладая навыками, мы не только развиваем себя, но и сможем оказать посильную помощь и гражданам Республики Беларусь в любой ситуации. Это традиционные соревнования, которые проводятся у нас. Цель этих соревнований, во-первых, ну, естественно, показать себя, проявить себя. А главная цель это отбор в сборную команду Государственного пограничного комитета, как здесь уже говорилось, которая будет представлять нас и внутри ведомственно. То есть у нас есть вот эти соревнования по вашему бою среди ведомств в системе «Динамо», так и на международном уровне. Отличная физическая подготовка сотрудников погранслужб, четко отработаны удары, захваты и броски, моментальная реакция на действия противника. С первых минут поединков было ясно, борьба будет насыщенной. В состязаниях в этом году приняли участие как молодые, подающие надежды спортсмены-пограничники, так и опытные мастера. Все они твердо осознавали, чтобы оказаться на пьедестале и в дальнейшем представлять ведомства на международных турнирах, надо серьезно постараться. Я уже здесь занимаюсь 14 лет боевыми искусствами, то есть само то, что я тренируюсь, для меня как хлеб, как вода, как говорится, что без этого уже никуда не денешься. И спорт как бы только дает плюсы. Соревнования, показываешь свой уровень, до чего ты достиг. К этим соревнованиям подготовились, я считаю, все спортсмены хорошо, было время для подготовки. Своей силой я рассчитываю. Скажем, не на отлично, на хорошо. Участники все сильные, нету таких слабых. Все достойные соперники. Право судейства чемпионата было возложено на сотрудников Центра физической и специальной подготовки Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо». И это не случайно. Среди участников соревнований, представляющих Брестское ведомство, немало бывших воспитанников спортивного центра, которые продолжают демонстрировать высокие результаты, достичь которых удалось во многом благодаря сильной материально-технической базе, созданной в комплексе. На сегодняшний день очень много спортсменов, которые участвуют на сегодняшних соревнованиях. Ну а то, что чемпионаты органов пограничной службы по рукопашному бою проходят именно на базе Брестской областной организации «Динамо», это показывает о том, что здесь прекрасные тренера, прекрасные судьи, прекрасный зал и отличная обстановка. На сегодняшний день в городе Бресте очень много клубов профилируют и рукопашный бой, и другие виды единоборства. Но, интересен тот факт, что все подростки, которые служат на сегодняшний день в войсковой части 21-87-55-26, они проходят подготовку именно на территории Брестской областной организации «Динамо». Традиционные соревнования по рукопашному бою – это отличная возможность для спортсменов проверить свой уровень физической подготовки. Для командиров подразделений шанс оценить потенциал военнослужащих со стороны. Ведь состязательная составляющая в спорте – один из методов эффективного стимулирования и мотивации. Турнир прошел, однако его участники уверены, что еще не раз приедут в город над Бугом, чтобы побороться за почетное звание «Быть чемпионом». София Бережная, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Буг-ТВ.Бай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье 22 марта вслед за холодным фронтом, смещающимся на юг Беларуси, в область начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Похолодает. Ночью и утром на большей части, днем по югу страны пройдут кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица, порывистый северный ветер. Температура ночных и дневных часов 0-2 градуса. В понедельник, 23 марта, погоду в основном будет определять антициклон, сформированный в арктическом воздухе, без существенных осадков. Температура воздуха ночью минус 2-4, температурный фон дневных часов 1-3 градуса со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин